Беларусь ТВ К вам кто приходит? Певцы? Самые разные люди, и певцы в том числе. И дети, и взрослые. Но в основном это называется таким научным словом «лица голоса речевых профессий». Поэтому вот ваша профессия, например, это тоже наша сфера. Это педагоги, певцы, актеры, учащиеся консерватории, музыкальных училищ, всевозможных хоров и коллективов музыкальных, ну и просто люди. Просто люди. А где просто людям может понадобиться постановка голоса? Вы знаете, что голос – это в принципе визитная карточка человека. И косвенный показатель его здоровья. Наше время так изменилось, что человеку с красивым голосом, с выразительным голосом легче получить, приобрести, если хотите, престижную профессию и хорошую работу. Потому что, например, те же банковские служащие, служащие крупных офисов, больших компаний, которые работают с посетителями, встречают клиентов. Это их визитная карточка. Он должен выглядеть респектабельно не только внешне, но еще красивым голосом, хорошо поставленным голосом говорить. Правда ли, что вы можете поставить диагноз буквально вот на слух? Да. Предварительный диагноз с опытом уже можно, наверное, можно предварительный, еще раз подчеркиваю, поставить на слух. Иногда происходят смешные и курьезные вещи, когда даже просто в транспорте я слышу спиной, что кто-то разговаривает. И, ну так, предварительно могу предположить, что бы там могло быть. Может быть, это и ошибочно, но немножко могу. Я понимаю, что, конечно, существует врачебная тайна, но можете ли вы мне сейчас в прямом эфире поставить диагноз для моего голоса? Вы здоровы, Саша. Спасибо, доктор. Для тех, кто не здоров, вероятно, существует какой-то набор инструментов. Я понимаю, что они, вероятно, более гуманно выглядящие, чем, скажем, инструменты стоматолога, но, наверное, свой набор есть. Есть свой специфический набор. Во-первых, это просто инструменты, все, которые видят любой пациент, посещающий у таларинголога. И люди знакомятся с у таларингологом буквально с раннего детства. То есть это тот же стандартный набор. Но помимо этого есть специфические инструменты и достаточно современные. Это видеосистемы, это системы стробоскопии, которые, чтобы было понятно, мы можем посмотреть на экране или просто в окуляр стробоскопа эндоскопической техники. Так называемые, вот как на телевидении, в кино замедленные колебания голосовых складок. Как будто бы вот такой замедленный эффект. И мы можем рассмотреть все очень четко, красиво, и диагноз наш точнее, и лечение более правильное. Говорят даже, что вы гипноз используете. Да, и гипноз мы тоже используем. Есть такие патологии, есть такая, существует такая патология, которая, к сожалению, наверное, более правильно можно отнести к разряду неврозов, неврозоподобных состояний. Но проявлением этого невроза является полное отсутствие голоса, допустим, когда человек вообще не может говорить. Это называется мову отняло. Да, вот так называемое отняло мову. Это называется умным словом афония, когда человек действительно открывает рот, но при этом не может произнести ни одного звука. По большому счету и правильнее это невроз. Но лечат его иногда врачи-фониатры с помощью врачей-психоневрологов, невропатологов. И вот тогда используется и гипноз в том числе. Можно ли приобрести хороший голос или с ним нужно родиться? Ну, бывают же люди, которые вот на стадионе покричат пять минут, потом неделю слова сказать не могут. Голос, конечно, это божий дар, природный дар, действительно. Это строение связок, и сети ничего не поделают. Да, это анатомическое строение человека. Но в то же время мы прекрасно знаем, что голос есть у всех. Первый крик новорожденного тому подтверждение. Другое дело, что голос можно... Попадает ли он в ноты, вот другое дело. Да. Вот я хотела сказать, что все мы говорим, но далеко не все поем. Поэтому речевой и вокальный голос – это разные голоса, и об этом нужно знать. С другой стороны, как речевой, так и вокальный голос можно улучшить, можно с ним работать, можно работать над его постановкой, силой, красивой тембровой окраской. То есть это такое растяжимое понятие, которое поддается корректировке, но не у каждого человека до своих пределов. Не безграничено. Это значит, что Луча на повороте должен был с собой родиться? Или все-таки у него голос ломался, а потом... Луча на повороте, конечно, родился. Я так считаю, с голосом. С голосом уже. И продолжать хотели бы потом певческую карьеру, в период мутации, так называемой, нужен строгий контроль и опытный вокальный педагог. Кстати, про опытных вокальных педагогов. О том, как выращивают голос в музыкальном училище имени Глинки, мы сейчас узнаем из сюжета Ингрид Павлиновой, которая посетила занятие педагога по вокалу Ольги Лукьяненок. Продолжение следует...